Здравствуйте, я Владимир Якуба и сегодня я хотел бы поделиться с вами еще одной привычкой. Привычка улыбаться и получать удовольствие от непредвиденных, может быть даже и неприятных мелочей. Например, только что заезжали вот этот самолет, я не смог на нем вылететь в Москву, я сейчас нахожусь в Ереване. По техническим причинам всех людей высадили из самолета, вот видите за моей спиной толпа людей, которые ждут воды и горячего питания. Я один из них. Думаю, что самолет задержит часа на 4,5, может быть 5, потому что высокая вероятность, что придется отправлять самолет из Москвы, он прилетит, выгрузится и мы сядем в новый самолет и полетим. 4-5 часов жизни подарено в этом замечательном аэропорту, у меня есть с собой ноутбук, какие-то записи, мне с чем заняться. Как только я узнал об этой новости, меня это как-то даже порадовало. И если была какая-либо другая новость, ну как лучше не улететь, чем не долететь. Находите какие-то положительные моменты мгновенно, когда жизнь встраивает и корректирует вашу траекторию. Мы же не идем напрямую, мы же не идем прямо к нужной цели. Как говорят, нормальные герои всегда идут в обход. Так вот, получается, кривая вашей жизни корректируется, потому что корректируются обстоятельства. Улыбайтесь таким мелочам, получайте от них удовольствие, и тогда вам будет намного легче переживать небольшие трудности. Вы едете, автомобиль сломался, ну ничего, почините, познакомитесь с людьми, узнаете, каким образом меняется колесо. Не улетел самолет, или же вы съели йогурт в не совсем нужной кондиции. Ну да, бывает, два дня вы отдохнете каким-то ведомым для многих образом, и так далее. Множество есть обстоятельств, которые встраиваются в нашу жизнь. Так вот, лучше получать от них удовольствие. И еще есть одно замечание, которое расскажу в следующем видеоблоге, про проблемы, связанные с деньгами. Это Владимир Якуба, если это видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал в YouTube. До встречи, увидимся, спасибо.